приветствую всех зрителей моего канала это седьмая часть видео прохождение балдургей 2 инфэнсит эдишен the black piece 2 давайте мы раскидаем свой уровень прекрасно кстати как видите я перешел на английский язык разобрался с вылетами вылеты происходили из-за русификатора он неофициальный поэтому в принципе такие предупреждения от создателей были если я как вы помните прошлом видео ухитрился лича с пятью костяными големами такие убить с помощью не с помощью а при установленном русификатор я то я говорил три битвы у меня вылетала игра то уже в следующей битве после этой где будем встречаться спадшими девами и я не мог выиграть совершенно эти групп постоянно накидывала windows как только я поставил на английский язык спокойно игра прошлась битва поэтому будущем я буду перед битвой проверять если русский язык мешает придется и проходить на английском вот такая вот неожиданность единственное нет худа без добра и в английском варианте я прочитал здесь написание более полное точнее правильно и оказывается и у дыхания дракона и кометы урон наносится огненный я не помню может его все-таки не внимательно по моему русификации той которая стоит комете я не нашел слов об огненном уроне и надеялся что он физически вроде как упал метеорит и осколками там него сурун какой-то дрогащий нет это не так поэтому если тоже будете играть в эту игру не повторяйте мои ошибки и прокачивайте сначала энергетические клинки там улучшенную карете а потом сразу же увеличите количество заклинаний которые вы знаете только в конце уже когда не будет вариантов для выбора выбирайте эти дыхание дракона там или комет вот такой вот нюанс так если я не ошибаюсь до ждут нас и летели сейчас мы выставимся чтобы восстановились наши заклинания прекрасно и можно сразу же идти в бой это последний бой в котором можно использовать тактику не снимаемые невидимости то есть на себя кидаем невидимость и прикрываемся иммунитетом к школе прорицания дальше эта тактика уже не прокатит там появятся монстры которые создатели скриптами прописали видят нашего героя вне зависимости от защитных заклинаний невидимости поэтому конечно тактика изменится совершенно так способом и получили невидимость напомним у нас после невидимости получаем иммунитет прорицания и вызываем проекцию где она вот проекция кстати проекция тоже может пользоваться посохом хотя мы не можем дать или не так но таким образом переключать посох мы можем так же как и у главного героя очень удобно прекрасно так если не ошибаюсь нужно здесь начинать уничтожение липидов у них и все они очень страшные удары очень страшная вещь кстати мы не выпили никакого зелья для защиты разума поэтому только невидимость нас спасает так тайм-стоп давайте немного пробегу вперед и призовем планетара который в принципе здесь просто здесь планета рукопашным уроном быстрее всех уничтожить чем мы будем пытаться наносить урон за клинами ну пока биты вот такие не до конца усиленные имеется ввиду враги не столь как бы это сказать не столь сильные что руку что планетар может им рукопашным наносить большой урон такая тактика просто более удобно принципе можно было бы конечно и заклинаниями закидывать так вот на получение ускорение прекрасно ну и чтобы наша проекция дольше жила усилим ее для этого возьмем камни кожу защиту от магии можем даже защитывать энергии так прекрасно и давайте кстати враги меня увидели это не проблема с помощью посоха мы можем опять стать невидимым и даже прочитаем истинное зрение на всякий случай так планетар начал уничтожение элифидов так понятно пауза прочиталась истинное зрение ну кстати можно просто чтобы хоть чем-то заняться покидать снятие магии нам это пригодится а подождите нужно поаккуратнее с этим так как наш герой может забежать до того облака огня и получить его нам этого не нужно так опять мы восстанавливаем невидимость и отбегаем так плохо нашего планетара заморочили своими заклинаниями давайте мы призовем мечи и морденканина и тоже их кинем бой прекрасно как-то так чтобы героя не захватить прекрасно остался еще один элифид побыстрее с ним нужно расправиться так вражеский маг считает установку времени надеюсь это ему никак не поможет действительно никак она не помогает потому не видит поэтому просто три раунда будет по карте туда-сюда так нет наш планетар еще не освободился извиняюсь не закончилось действие на нем заклинание кстати никакое заклинание наверное псинический взрыв все таки на него подействовал в принципе других заклинаний элифиды не используют в основном как мне кажется боюсь сейчас планетар еще и умрет но это не страшно у нас еще остались мечи так прекрасно и ожил наш планетар тоже очень хорошо в таком случае возвращаемся к урону возвращаемся к урону с помощью видания к сожалению этот урон был потрачен на ручника но с другой стороны нашего друзья справятся и без особых проблем сами так невидимость посох магов это очень сильный артефакт подождите пусть гоняется за ним наш планетар мы же будем атаковать мага все же маг это основная опасность кстати можно даже для интереса прочитать такие энергетические клинки и покидать по магу посмотрим как мы будем попадать так типа выграно так осталось здесь всего ничего пока камни кожи конечно спасают кстати давайте мы так странно почему я не могу управлять своим героем а какое-то оглушение я вижу на нашем герое странно откуда оно взялось я не обратил внимание неужто у нас чем-то лакенсивным неприятным так пока мы не истратили это заклинание мы можем пользоваться так кстати что то он нехорошее готовит на даже не знаю читать или не считать какое-то заклинание ну давайте может успеем кинуть какую-то защиту на себя если он что-то в нас такое нехорошее нацелился бросать так ну там не кожа смысла не имеет а вот улучшенная невидимость может нас вполне спасти если он захочет кидать какое-то заклинание которое требует точного наведения у нас прекрасно ну и теперь можно чем-нибудь этаким кинуть во врага так когда же закончится эти а вот прекрасно они начали наносить урон сейчас они закончились тоже чем умер враг ну вот так тоже так тоже можно в принципе главное что результат то что нам нужен так разобрались мы с врагами вот следующая битва будет действительно сложной дело в том что там как я говорил уже враги так неужто нам несут какой-то артефакт враги уже на порядок сильнее и у них с помощью стрельцов постоянное супер зрение то есть они всегда видят где мы находимся так что нам дали ну хорошая вещь так что мы заменяем а правда тут защита от смерти 4 ну в принципе это неважно все равно это артефакт намного лучше посмотрите десять жизней что для колдуна очень неплохо самое главное что мы можем помнить по одному закону 7 8 уровня так 7 8 атаку гаданий больше и да думаю поможет помогут так 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 и опять же нет смысл смысл в бутылках невидимости теперь мы будем носить желание и пробой или удар по заклинанию называется так вот они эти падшие девы так нужно поспать так как мы одели амулет который увеличит количество заклинаний и эта битва будет очень тяжело прекрасно ну-ка да действительно по 8 заклинаний 7 8 уровня конечно я бы больше хотел хотя бы на одно заклинание больше 9 уровня именно там находят тайм-стоп и цепь случайности так кстати нету ли обновления инвентаря или наверно в дальнейшем уже наверно в дальнейшем будут так нет появились да действительно так или они уже были я просто не заглядывал ну конечно же надо взять кольцо плюс 3 так кольцо защиты от огня пусть пока будет с нами смысла я не вижу конечно в нем пока что но если кто-то будет наносить нам огромный урон огнем это очень круто так покупаем плюс 2 продаем плюс 3 покупает что здесь еще интересного ага появился поиск плюс 21 у нас я так понимаю плюс 19 плюс 20 тоже от него избавимся так еще дополнительные заклинания защита иксом главное спас броски для полуна защита не самое важное так и пояс да кроме пояса есть там еще что то что может нам пригодится антивином понятно иммунитет яду у нас он уже есть с амулета по моему так что пока нас он не интересует ну что ж это пояс покупаем а двадцатку продаем до 21 но пока не будем использовать защита увеличение точнее спас бросков и защита от магии намного лучше не понял нечаянно купил откуда у меня взялся этот это мантия наверно нечаянно был низ клип так по моему продать мы вас мужик только вот этому да действительно камешек продавать не хочется благодаря столь большим спас броскам защиты от смерти но наверно все равно продадим единственное продадим все же его вот этому торговцу если нужно мы купим если очень будет а не хочет брать ясно все же у нас по барахлу будет вот этот подавец торговец так место появилось вот кольцо защиты от огня лучше оставить вполне возможно будет нас опасность мы просто оденем и у нас тогда защита от огня будет больше сотни потому что и заклинание которое дает 75 просто одевать кольцо намного быстрее чем пытаться выпить зелье которая забирает у нас раунд не уверен что возникнет ситуация в которой нам понадобятся такие ухищрения но пока есть место в инвентаре у себе лежит так 5 плюс 2 а тут 4 плюс 4 все же все же лучше взять а здесь по моему всего лишь 3 плюс 3 до иногда конечно требуется нам и расстрелять из прыщей поэтому обязательно ее берем появились ли какие-то супер патроны нет плюс 4 это максимум не влезли пусть поваляется я не думаю что не пропадут течение одного боя так по моему нужно опять поспать так как я делал кольцо которое добавляет заклинание статья не помню если здесь вообще не здесь обалдеть и втором если артефакт который увеличит именно количество заклинаний девятого уровня конечно это было бы очень крутой артефакт посмотрите сколько у нас уже заклинаний так подождите обязательно быть держать в руках посох мага дающий нам невидимость очень важно а за ними значение кстати ни капли это уже не важно так как сейчас нас враги будут видеть спокойно свободно к сожалению я не очень хорошо помню тактику прохождения дело в том что здесь каждый ход имея значение каждое действие враги просто имеет по моему по 70 сопоцеления магии у дел именно поэтому и очень тяжело уничтожать заклинать так что здесь мы точно не сможем сделать мы точно не сможем здесь пользоваться призывом проект дело в том что у нас сейчас окружат невидимость на защитить не может поэтому читать проекцию терять управление над героем который может быть ему ему не только три раунда благодаря защите магическому оружию очень опасно хотя в принципе есть варианты там которые можно провернуть да есть просто было если бы мы имели снятие магия расскажут со свитка ним не боевое обычно это мы могли бы попытаться призвать проекцию пока у нас действует заклина защита от магического оружия буквально один раунд что-то там постануть примеру тайм-стоп а нет варианта нет если мы без тайм-стопа мы просто стресс и сможем прочитать одно заклинание после чего вторым заклинанием уничтожаем свою проект и возвращается управление к нашему герою выигрыш всего лишь в одном заклинание это не о чем а если мы прочитаем тайм-стоп то для нашего героя пройдет три раунда и действия защиты от магического оружия закончится в таком случае конечно же потепадшие делаю нас сразу же с одного удара уничтожить ну что ж понятно значит нам нужно попробовать прочитать тайм-стоп а уже дальше посмотрим что делать таких ситуациях это единственный возможный вариант успели мы хотя и получили урон а не урон у нас увеличенные жизни и почему-то до 8 часов не восстановились жизнь я понял поэтому у нас рисуется что нет одной ячейки жизни посмотрите 88 96 ясно так ну а теперь надо думать первым делом насколько я знаю у этих падших дел есть пренеприятная особенность они могут читать снятия магии поэтому нам придется читать заклинание отречения так второе заклинание которое нам понадобится это будет это будет где он где он где он у меня же должен быть синий щит да есть дело в том что они будут от нас раниться прекрасно и пора читать защитные заклинания на себя так 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 естественно это будет защита магического оружия иначе мы будем получать урон так чтобы снять их не иллюзии и и и до камни кожу вот такой вот вариант и можем даже куда-то отойти чтобы им пришлось немного подвигаться ну чтож если мы все правильно сделали а подождите да то что я говорю ни в коем случае сейчас не нужно пытаться вот видите завершающие движение от этой случайности ни в коем случае нельзя было начинать читать заклинание до того как произойдет это это движение иначе мы бы его потеряли зря и безвозвратно так у нас до 2 раунда мы можем кинуть какое-то заклинание после чего нужно опять обновлять защиту магического оружия нет 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 кроме защиты магического оружия нам же нужно призвать каких-то бойцов которые будут наносить урон в данном случае это будут мечи мордым канена ну а да так и есть призываем мечи мордым канена значит 1 1 пошел и опять же даем цепь случайности на себя при виде врага сразу же ни в коем случае не забыть что нужно обновить магические защиту магического оружия так мы призвали уже два меча мордым канена значит можем еще два вот и не помню по моему 5 ограничения значит еще два потом еще один до пошла защита вот так вот отбегая отбегая отбегаем а мне может отбежать к сожалению таком случае не будем этого делать но проблема в том что я вот не вижу какие там движения к сожалению так кто-то нас умел заразить болезнью да вот именно из-за этого я не люблю случайности я сейчас не знаю пойдет в октянули или не пойдет ну что поделать так и теперь пытаемся понизить сопротивление каким-нибудь ладно не перепутывать примеру этим двумом понизирую по сожалению я уже не знаю вовремя или вовремя сделать сейчас будет риск если я сейчас буду кидать опять понижение сопротивления и на самом деле я уже потратил проиграем так нужно так прочитал и пора нам защищаться защищаться так посмотрите какая-то дева не прокинула спас бросок это очень хорошо так выбежать не можем опять ну не можем так не можем значит просто читаем опять заклинание снижение так по моему это дело уже прочитано а вот в этой нет так и где-то здесь еще есть дело у которой много жизни вот прекрасно заклинание на все меньше меньше опасность возрастает так на себя при виде врага обновить защиты от ноги своего оружия и опять увядание так ну как видите а а что вы видите да урон прошел аризель да вот зовут главную патчу дело именно она получила урон и вверх две падшие девы еще получили он тоже так опять у нас два хода есть защита что у нас с ужасными увяданиями ах еще четыре ужасных увядания прекрасно даже не знаю наверное стоит прочитать на себя если мне есть конечно сейчас посмотрю а нет к сожалению нельзя это сделать если прочитаю на себя защиту от магии я потеряю одно заклинание иммунитета к магическому оружию не стоит это делать но нам нужно сейчас чтобы какая-нибудь дева еще умерла и мы сможем тогда начать бегать кругами а клинки будут преследовать дев так ну таком случае можем попытаться с помощью вот обычного заклинания магические снаряды добить раненую деву вполне возможно она сама может убиться от нас что тоже очень скоро так да действительно слегла ну последнее у нас есть цепь случайностей главное не допустить ошибку если я вот не выберу условия а выберу заклинание нажму как часто я делал на клавишу которая cancel а не готова то я потеряю свои заклинания зря или если забуду выбрать защиту от магического оружия конечно не хотелось бы так позорно слиться так я не понял где мои заклинания а вот я вижу что все пошли да пошли заклинания осталось последнее дело давайте я немного куплю чтобы ее видеть прекрасно кстати это так понял болезнь нам мешает двигаться дева заинтересовалась нашими мечами призванными но а нет колонула к нам так должен я успеть кинуть два кстати есть какой-то смысл странно получается что получается что дева своим сопротивлением магии отбивается от пяти снарядов но если я не ошибаюсь каждый снаряд должен для каждого снаряда должно прокинуться сопротивление магии здесь же такое впечатление что одним сопротивлением дело отбилось от пяти снарядов ну ладно будем иметь ввиду им не мешало мешало бы вылечиться от вот так вот мешало бы вылечиться от этого самого как его называют болезнь давайте попробуем есть так болезнь пропала в таком случае можно уже спокойненько до пора свернулась к нам отбежать прочитать кстати вот мы сейчас проверим это же нет это обычное дело главную мы убили интересно будет ли она нас видеть постоянно то что я говорю но к сожалению ненадолго так как же ее добить жалко мне тратить заклинание защиты но придется это сделать чтобы я пошла защита от магических пошла защита от магического оружия кстати можно схитрить даже не знаю ли стоит хочу призвать я проекцию но делать этого я не буду а подожди тему я могу призвать символ карма вот это можно сделать при этом я не потеряю возможность передвигаться да интересный способ давайте я его поверну так где наш символ кару вот пусть отбегает немного отбегу ниже чтобы видеть врага так 4 мяча хватит давайте кидом а нет не хочется тратить последнего этой символ карма таком случае мы призовем 1 2 3 4 до можно попытаться призвать да ничего особенного нету зато есть теперь пусть он пьет бутылочку кстати враг заинтересовался нами давайте мы нет не буду я подходить это опасно разве что вот так а ты пей бутылку ну уже хочу я просто прочитать заклинание желания надеюсь игра не вылетит из-за этого так опять заинтересовался мной враг отстал так а почему не считается вообще непонятно мне что за бред происходит может так хотя бы туда ну уже не сумел он прочитать к сожалению да становится все очень опасно но опять же нужно пытаться так давай диалог есть так интересно повезло нам получим мы возможность выспаться так уровне забирает случайное зелье не повезло нам ничего интересного не появилось к сожалению так ну что ж продолжаем успели успели последнюю секунду хочется мне призвать симвульгару но видите как это опасно но с другой стороны все равно я его призову для этого нам нужно истратить последний последнее заклинание защита от магического оружия вызываем симвульгару но я забыл что у меня прекратилось действовать заклинание прекратила действовать заклинание защиты от как его забывают все время защита от снятия магии иммунитет в школе отречение очень опасно так прекрасно сумели мы попасть своей прощей давайте опять таки добьем прощей если бы мы еще попадали кстати подождите по моему она теряет нас из видимости на какое-то время да уж как видите бой превратился в салочки кстати можно выпить зелье ускорение что даст нас возможность атаковать два раза в раун очень хорошо просто немного неудачно прошли броски наших закинаний увядания то есть сопротивление магии слишком хорошо сработала удел изменяясь так мне такое впечатление что я попадаю только на критических попаданиях так как столько бросков мы никак не можем попасть во врага и хотелось бы мне призвать еще один есть ну да битва была конечно на волоске мы ее прошли еще раз говорю просто не повезло нам и девы выкидывали с риском частного сопротивления магии и мы не донанесли урон запинаниями увядания ну в любом случае мы в этой битве победили хотя битва была ужасно сложной так прибежит гномик прибежит фух за такую сложную битву будут мне артефакт давайте посмотрим что же это за артефакт можно уже подобрать свои патроны к враще а к сожалению мы получили какой-то меч если это корсомир нам совершенно не нужен так ну что ж наверно сегодня мы будем завершать наше прохождение спасибо всем кто смотрел эту битву битва была отличная как всегда такие битвы проходят на волосок от смерти ставьте лайки подписывайтесь пишите комментарии подсказывайте исправляйте меня пока 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 пока